Чтобы помнили, гордились и не повторяли ошибок прошлого в Минске, в храме памятники в честь всех святых прошла мемориальная акция, приуроченная к столетию окончания Первой мировой войны. По мнению организаторов мероприятия, жертвы тех страшных событий сегодня незаслуженно забыты. Крипте храма состоялась заупокойная элития, на которой присутствовала белорусская интеллигенция, представители посольств иностранных государств, военные. Чтобы страшный счет мировым воинам, открытый той страшной войной, прекратился навсегда. Состоялась закладка капсулы с землей, взятой в Сморгонском районе с мест гибели воинов русской армии в Первой мировой. Беларусь стала одной из главных арен боевых действий. Два с половиной года длилось противостояние, когда русско-германский фронт стоял на нашей территории. Оборона одной только Сморгоне длилась 810 дней, поэтому Сморгонская земля заняла важное место в числе капсул с землей с мест сражений в других странах. Поражает, что вся Европа стоит на костях наших предков, которые отдали самое дорогое, что было у них и их своей жизни за мирный труд и мирную жизнь не только нашей земли, но и жителей Европы. В Белом зале Храма Всех Святых состоялось открытие выставки «Воздушное воинство Первой мировой войны». Здесь на стендах собраны имена отважных авиаторов из разных стран и уникальные сведения об их подвигах. Анатолий Шарков и Елена Хорошевич презентовали свою книгу «Обелиски памяти Первой мировой войны». Авторы поделились историями о непростой экспедиции по сбору информации. Нам действительно захотелось проехать по этим местам, взять землю, привезти сюда, заложить в храм памятник, что мы и сделали, и написать, показать эти захоронения. Правильно говорится, что выставит тот народ, кто свято чтит память своих героев, почитает род свой, ну и чтит Бога. Целый ряд музеев, архивных фондов, общественных организаций Беларуси и даже зарубежья безвозмездно передал музею храма-памятника исторические реликвии. Это документы времен Первой мировой войны, награды солдат и атрибуты того времени. Владимир Лиходедов передал из своей большой коллекции старинных открыток те, что солдаты Первой мировой посылали своим родным и близким. И хотя никто не ввел точную статистику и не считал убитых в той страшной войне, действительно, пришло время отдать им дань памяти. Субтитры создавал DimaTorzok